Антология чтений Слов Всемогущего Бога К вопросу об использовании Богом человека. Никто не в состоянии жить самостоятельно, за исключением тех, кому Святым Духом дано особое наставление и водительство, поскольку все люди нуждаются в том, чтобы им служили и их пасли те, кого использует Бог. Таким образом, в каждую эпоху Бог воздвигает различных людей, которые усердно трудятся в том, чтобы пасти Церкви ради его труда. То есть труд Божий должен совершаться посредством тех, на кого Он благосклонно взирает и кого одобряет. Святой Дух должен использовать ту часть внутри них, которая достойна использоваться, чтобы выполнять работу, и Бог делает их пригодными для использования через их усовершенствование Святым Духом. Поскольку человеку крайне не хватает способности понимать, его должны пасти те, кого использует Бог. Подобным образом Бог использовал Моисея, в котором Он обнаружил много пригодного для использования на тот период времени, много того, что Он использовал, чтобы совершить Божий труд на том этапе. На этом этапе Бог использует человека, также пользуясь той его частью, которую может использовать Святой Дух для совершения работы. Святой Дух же и руководит человеком, и одновременно делает совершенной оставшуюся неиспользуемую часть. Работа, совершаемая тем, кого использует Бог, проводится с целью содействия труду Христа или работе Святого Духа. Этот человек воздвигнут Богом среди людей. Он поставлен вести всех Божьих избранников, и он также воздвигнут Богом, чтобы делать работу человеческого содействия. Наличие подобного человека, способного делать работу человеческого содействия, позволяет выполнить через него больше требований Божьих к человеку и работы, которую Святой Дух должен совершить среди людей. Другими словами, цель Бога в использовании данного человека состоит в том, чтобы все, кто следует за Богом, могли лучше понимать Божью волю и могли исполнять больше Божьих требований. Поскольку люди не способны самостоятельно понимать слова Божьи или Божью волю, Бог воздвиг кого-то, кто используется для выполнения подобной работы. Этого человека, которого использует Бог, можно также назвать посредником, с помощью которого Бог ведет людей, переводчиком для общения между Богом и людьми. Таким образом, подобный человек отличается от всех тех, кто трудится в Божьей семье, или от тех, кто является его апостолами. Подобно им, его можно назвать тем, кто служит Богу. Однако по сущности своей работы и предпосылкам его использования Богом, такой человек серьезно отличается от прочих работников и апостолов. В том, что касается сущности его работы и предпосылок его использования, человек, используемый Богом, им воздвигнут. Богом приготовлен для Божьей работы и содействует работе самого Бога. Никто из людей не может выполнить его работу вместо него. Именно человеческое содействие является составной частью божественного труда. Труд же, совершаемый прочими работниками и апостолами, состоит лишь в передаче и выполнении многих аспектов устройств для церквей в каждом периоде. Или же трудом некоего простого обеспечения жизни с целью поддержания церковной жизни. Эти работники и апостолы не назначены Богом, не говоря уже о том, что их нельзя назвать теми, кого использует Святой Дух. Они избираются в церквях, и после обучения и взращивания в течение какого-то времени те из них, кто пригоден, оставляются. А они пригодны, отсылаются обратно туда, откуда они прибыли. Поскольку эти люди избираются в церквях, некоторые, став лидерами, показывают свое истинное лицо, а некоторые даже совершают много худых вещей и в итоге отсеиваются. Но человек, которого использует Бог, это такой человек, которого Бог подготовил, который обладает определенным моральным уровнем и человечностью. Такой человек заранее подготовлен и усовершенствован Святым Духом и полностью ведом Святым Духом. Особенно в том, что касается работы такого человека, Святой Дух и направляет его, и руководит им, в результате чего на пути ведения избранников Божьих нет никаких отклонений. Ибо всякий раз, когда Бог совершает свою работу, Он непременно делает это ответственно.